По обновленной проезжей части на улице Софиевской и спуске Маринеско уже неделю ездят маршрутки. Это помогло разгрузить вечерние пробки на улице Приморской. Но когда здесь снова начнут ходить трамваи, пока что неизвестно. Пустить привычный маршрут номер 12 невозможно из-за реконструкции новощепного ряда. Обещанный и анонсированный мэрией маршрут Север-Юг так и не удалось реализовать, потому что есть ряд концептуальных проблем. Впрочем, обо всем подробнее расскажет дорожный эксперт Петр Обухов. Здесь хорошо, что выделены пути трамвайные, но они такими и были с советских времен. Здесь поставили заборчик, чтобы люди не бегали, не попадали. Это позволит трамваям ездить быстрее. Это хорошо. Добавились светодиодные фонари вместо ламп накаливания. Это тоже хорошо. Плохо то, что здесь не предусмотрена велодорожка, которую обязаны делать по новым ДБН. Ну и пока что нет озеленения, нет деревьев. Вот мы сейчас идем под палящим солнцем, но на пешеходной части не предусмотрено деревьев. Это неправильно. Асфальт нагревается. И вообще есть исследование, что в городах, в которых мало деревьев, температура выше на несколько градусов. Вот прямо здесь, где мы идем, явно не хватает пешеходного перехода. То есть люди, которые идут с Ольгевской, они упираются в забор, хотя, по идее, должны были бы переходить вот сюда. Ну, это немножко странно. Сейчас новый стандарт в Европе – делать пешеходные переходы на одном уровне с тротуаром. То есть чтобы не было вот этого спуска, этой ступеньки, чтобы, получается, машины на него заезжали наверх, а для пешехода не было такой дополнительной преграды небольшой. Но здесь сделано более-менее неплохо. А вот здесь, сзади нас, очень широкий тротуар. Здесь метров где-то пять. И здесь вполне можно было сделать велодорожку. Но ее не сделали. И еще хотели пустить маршрут долгожданный север-юг. Как вы думаете, почему снова не удается это сделать? Ну, сейчас идет ремонт новощупного ряда, и физически это невозможно. А когда он будет закончен, когда там проложат рельсы, его можно впустить уже сейчас. Конечно, это будет урезанный вид, потому как для того, чтобы он был быстрый, нужно выделить трамвайные пути на Софийской и Преображенской. Иначе трамвай будет стоять в пробках, и особого смысла в этом нет.